В 2024 и 2025 годах мы станем свидетелями крупнейшего бычьего движения всех времен. И сегодня мы поговорим о причинах, почему это произойдет. Также мы поговорим о Ките, который продал 25 миллионов XRP, и о Ларе Финке, который заявил нечто интересное по 2 ETF и XRP. Также XRP начал торги на бирже, которая зарегистрирована в Министерстве финансов США. Это немаловажный фактор. Что касается рынка криптовалют, то за последнее время мы наблюдаем следующую картину, что рынок криптовалют откатился. В целом мы видим, что откатился он не весь, а часть криптовалют. В целом те криптовалюты, которые росли в декабре, они продолжают расти. Например, такие как Solana, Avalanche. Те криптовалюты, которые спали какое-то долгое время, такие как BNB, и имели стоимость в среднем 200-300 долларов, наконец-таки стоят выше. Но те MM-коины, которые дали высокую доходность, сейчас в откате. В частности, Shiba Inu, Dash Coin и другие MM-монеты. Что касается самого XRP, то по XRP мы торгуемся около 60 центов. Соответственно, сейчас его капитализация это 33 миллиарда долларов. Если мы будем смотреть настроение людей по XRP, то на самом деле здесь в CoinMarketCap действительно есть люди и большинство людей, которые пишут, что XRP это говно, он умер, и то, что на самом деле лучше бы я купил какую-либо другую монету. Поэтому здесь, например, один из них пишет, что спасибо за лучшее представление, теперь я богат. Также есть люди, которые пишут, что я готов это продать сейчас по доллару, 5 долларов, 10 долларов, чтобы вы ждали. И на самом деле много-много сейчас негативных, конечно же, комментариев и настроений по поводу Ripple XRP. Потому что действительно XRP себя показал в июле. Тогда он дал 2X, вырос он, значит, на 94 цента с отметки 30 центов. 30 центов, а вернее 29 было его дно. Сейчас мы этого не видим, да, сейчас мы этого не наблюдаем. Сейчас XRP довольно-таки длительное время стоит в боковике. Вроде как потихоньку-потихоньку растет, но в то же время, конечно же, настроение у людей печальное. Если мы будем говорить про, определенно, биткоин, какая здесь ситуация, то здесь у нас, значит, шпилька на недельном тайфрейме. Зачастую такой фитиль означает падение. То есть, как по мне, здесь также были сброшены хорошие объемы битка наверху. И, соответственно, если мы будем брать, например, историю, то такой фитиль был, в принципе, здесь в октябре 2021 года. Тогда биткоин в ноябре сделал перехай, затем скатился вниз. И нечто подобное также было в апреле 2021 года, когда биткоин там установил отметку 64 тысячи долларов. Поэтому, на самом деле, сейчас, как по мне, действительно, сюда заходить в биткоин именно и ждать 100 тысяч долларов, в особенности тогда, когда многие СМИ, в частности, Роберт Киосаки, говорят о том, что биткоин будет 100 тысяч долларов. Вы, главное, держите сейчас, верьте, покупайте, покупайте много биткоина, заходите на все деньги. То есть, зачастую, когда такой новостной фон, и когда на рынке у нас эйфория, а у нас все еще на рынке присутствует жадность, то я бы, на самом деле, конечно же, 100 раз подумал, и пока что бы часть монет, которые дали прибыль, зафиксировал. Что, в принципе, у нас сделал бот. То есть, бот перед падением там фиксировал аудио и заработал за сделку 1241 доллар. Что касается, значит, XRP, то по XRP мы стоим в узком торговом диапазоне. По сути, этот торговый диапазон 4 недели уже составляет в целом отметка-60-64 цента. И, соответственно, мы здесь очень долго торгуемся. И зачастую, когда мы начинаем и закрываем неделю, то мы зачастую закрываемся около этих отметок. То есть, торговый диапазон у XRP сужен, волатильность довольно-таки низкая. И это может говорить отчасти, ну, с одной стороны, вроде как и набор позиций, а с другой стороны, здесь действительно непонятно. То есть, мы вышли за треугольник, у нас есть бычьи сигналы. Первое, то, что мы торгуемся над трендовой линией локальной. И второе, то, что у нас Golden Cross будет в течение нескольких недель. Поэтому, на самом деле, здесь ситуация двоякая. Но я бы, в принципе, все-таки топил за лонг. Почему-то, что именно XRP, BTC пара мне очень нравится. То есть, мы здесь нашли дно, то есть, оттолкнулись. Если мы пробьем поддержку 866 сатош, то в дальнейшем мы можем хорошо отскочить от отметки 715 сатош или 650 сатош. То есть, на самом деле, здесь падать осталось недолго. И я думаю, что этот скок будет очень хорошим, мощным. И подтолкнет XRP в район 1 доллара. Что также нужно отметить, что у нас есть продажи кита. Это 25 миллионов XRP было, значит, продано в предстоящие события, связанные с Ripple. Но, на самом деле, 25 миллионов XRP на рынок вообще никак не оказал никакого давления. XRP инертно, в принципе, сегодня вел себя с рынком. И Биткоин там падал до 66 с половиной тысяч. XRP тоже самое, там, с отметки 64-62 цента тоже упал. То есть, на самом деле, такого сверхъестественного ничего не произошло. Что касается, значит, предстоящего обычного цикла, то мы можем стать свидетелями мощного обычного цикла в этом и следующем году. И тому виной первое – это биткоин-халвинг. Второе – это все-таки кейс, вернее, завершение дела SEC против Ripple. Он не себе состоится. Также XRP ETF может быть в этом или в следующем году. Также холдеры Ripple XRP смогут зарабатывать на том, что держат Ripple XRP. А вернее, могут стать валидаторами и из этого получать XRP зарабатывать. И XRP AMM, оно, в принципе, это событие состоится 22 марта 2024 года, то есть, практически через неделю. Также, вероятно, у нас Ripple IPO в этом или в следующем году. Также запуск валюты BRICS на основе блокчейна, обеспеченная золотом. И также конец США, доминирование доллара в этом плане. Поэтому, на самом деле, здесь мы увидим, что с 2018 года довольно-таки долго был у Ripple XRP медвежий цикл. Он подходит к концу и пора уже, в принципе, выходить из треугольника. Почему это не случилось в 2021 году? Потому что здесь вот технически действительно такое ощущение, что маркетмейкер специально сделал вот это дело. Ripple против всех специально вболил XRP и не дал ему вырасти выше своего хая. И поэтому мы получили такую картину. Сейчас же, так как XRP – это не security, это не ценная бумага, мы можем увидеть пробой хая 3,5 долларов. И это вполне себе реально. Плюс у нас есть RSI, который показывает то, что скоро уже у нас будет полет наверх. Что также нужно отметить, что CEO BlackRock заявил, что мы стали частью огромной революции в инвестировании через ETF. Мы верим, что ETF изменит весь способ инвестирования. Поэтому, в принципе, ETF в отношении XRP и других криптовалют – это, конечно же, ну, скажем так, дело времени. Также состоялось начало торгов на бирже, зарегистрированное в Министерстве финансов США. И теперь XRP, токен, он торгуется на бирже Atlantis. И что немаловажно, и стоит акцентировать внимание, то что это биржа, которая зарегистрирована именно в Министерстве финансов США. Что также нужно отметить, что значит, стоит отметить, что у нас есть ребус. Это три горы, три вершины. Начнется в 2017 году, завершится в 2024 году. Видимо, речь идет о коррекции. Также 7 лет ожидания, 2 солнечных и 2 лунных. Затмение – это 22 равно 589. Что будет в апреле 2024 года? И так это начнется. Все связано с цифрами. Ну, 589 часто сравнивается с ценой Ripple XRP. Якобы это будет будущая цена XRP. Но это может быть лишь в том случае, если XRP – это будет нечто большее, чем просто криптовалюта. И это будет нечто мировое. Также, что нужно отметить, что толпа сейчас, конечно, идет в Bitcoin. И только там единицы идут в XRP. Холдеры, как по мне, все чаще задаются вопросом, чтобы продать XRP. Потому что, смотря на мемкоины, даже смотря на тот же Bitcoin, который неплохо вырос, то есть, и, конечно же, XRP обесценился к биткоину, пара обесценилась. То есть, мы видим, что на самом деле все меньше и меньше мотивации у них остается холдить Ripple XRP. Потому что, на самом деле, в этом смысла нет. Но я думаю, что осталось совсем немного, совсем чуть-чуть. Также, что нужно отметить, что, значит, СЕК, именно комиссия по ценным бумагам, биржам, намерена представить вступительную записку 22 марта, официально начав решащие это обсудимое процесса. И до 22 апреля будет необходимо подать свои возражения Ripple, после чего наступит крайний срок 6 мая для возможного ответа СЕК. Это мы говорим про датвайны. Поэтому я считаю, что весна для Ripple, она будет с собой все-таки иметь высокую волатильность. И что самое интересное, что когда был бычий цикл в 2021 году, XRP, хоть и в статусе ценной бумаги себя показал. Это стоит отметить, отдать должное. И его отметка была с доллара 96. То есть он с отметки, ну грубо говоря, да, вообще он вырос. По сути дно было 11 центов, но пускай давайте там 20 центов. Но он вырос на свои практически там 1000 процентов, да. И я скажу, что это неплохой результат. Это неплохой результат. В то время как многие криптовалюты скамились, многие проекты закрывались, были какие-то веб-3 проекты непонятные, XRP, ну на самом деле, неплохо себя показал. Поэтому, ну, здесь я бы все-таки, все-таки, все-таки бы ожидал. Лишь по той причине, что, значит, XRP, а именно компания Ripple в июле, в принципе, доказал, что XRP только не является ценной бумагой. И, соответственно, XRP обратно вернулся на биржи. Более того, он обратно вернулся в Grayscale. Это плюсы, это огромные плюсы. И как бы за счет того, что есть какие-то движения, да, а не просто какой-то театр, я бы все-таки еще держал Ripple XRP, нежели бы продавал. Но многие, в принципе, могут выходить, да. Просто в чем суть? В том, что сейчас действительно толпа недовольна. Когда толпа недовольна и максимально хейтит тот или иной инструмент, то вообще получается совершенно обратное. То есть нужно идти против толпы. Я считаю, что покупка XRP сейчас – это не ошибка. Меня, в принципе, даже удовлетворяет график к биткоину, потому что там действительно уже зреет коррекция. И это все запланированное дело на апрель-май, скорее всего. Поэтому я считаю, что апрель будет очень продуктивным для XRP. В частности, продуктивнее даже, возможно, чем апрель 2021 года. Вот такие дела. Ну, а с вами был Критов Сейф. Всем пока и до новых встреч.